Мало кто заметит вот эту табличку, которую повесили даже не на фасад, выходящий на Мясницкую улицу, а на торец, выходящий на Малый Харитоневский переулок. Вот он, неудачный дизайн во всей красе. Грязно-золотые буквы на грязно-белом фоне, не напрягая зрение и не прочтешь. А написано там буквально следующее. В этом доме в 1884-87 годах останавливался и работал Петр Ильич Чайковский. Собственно, ну мало ли где Чайковский останавливался. Он и на Знаменке, и на Воздвиженке, уже с молодой супругой и на Большой Никитской обитал, откуда собирался идти топиться в Москве и реке. И нигде вы там не найдете никаких мемориальных досок. С чего же именно этому зданию такая честь? С того, что именно здесь окончательно обозначилась драма великого композитора и той женщины, которая помогла ему реализовать свой талант. 14 лет переписки и ни одной фактически встречи. Вот уж точно роман в письмах. Брабец, Яни и Трамбле, Фаберже, Сиу, Рале, Борман, Циндель и Гужон, Бартельс, Оливье, Омон, Дециаро и Авансо, немцы, греки, итальянцы и французы и британцы, Юлий Циммерман, Депре, Мерелис и Польбуре, Марк, Вагау и Фон Мек, Вольф и Фишер и Дюбек. Ох, кружится голова, это матушка Москва. Что мы знаем об этих фамилиях из моих выпусков? Борман, нос оторван, или, как его еще называли на французский лад, Джош Борман, простите, насрал в карман. Он был известный кондитер. Поль Буре, знаменитый часовщик Павел Буре, который научил Чехова заводить часы. Дециаро, известный всем магазин, возле витрин которого, правда, уже в Петербурге состоялся знаменательный диалог Достоевского и Суворина о терроризме в России. Арчибальт Мерелис, известная всем москвичам того времени фамилия, которая вместе со своим соотечественником Эндрю Мюром построил здание, где ныне находится Сум. Этот бренд можно увидеть дальше, вниз по улице, при входе в вышку. Вы после турникета в глаза в пол уприте и увидите его там на метлахской плитке. А вот кто такой Фон Мек? Это муж героини нашего сегодняшнего рассказа. Карл Федорович Фон Мек был инженером-железнодорожником, успешным, но казенным работником. И так бы ему и тянуть эту служебную лямку, если бы не молодая супруга Надежда Филаретовна Фроловская. Она видела перспективы не в государственной службе, а в новом способе коммуникаций, железных дорогах. Это был Кландайк, Эльдорадо, Золотое дно. Решение уволиться для Фон Мека было непростым. Он лишился полутора тысяч рублей в год. Семье с уже подрастающим потомством приходилось жить на 20 копеек в день. Но Карл Федорович быстро зарекомендовал себя надежным предпринимателем и получил подряды на строительство дороги от Коломны до Рязани. А дальше пошло-поехало. Схема-то простая. Строились дороги фактически за казенный счет, заработать можно было уже на этом этапе, а после дороги находились в управлении частных лиц. Надежда Филаретовна Фон Мек вышла замуж в 17 лет и за 28 лет брака родила 18 детей. Вы только задумайтесь об этой цифре. Правда, жена Карла Великого Фильдегарда вышла замуж в 13 лет и к 20 годам уже настругала пятерых. Но это пример из далеких времен, а вот из более близких. Менделеев был по одной версии 14-м, а по другой версии 17-м ребенком. В наше время, если 3 чада в семье – это достижение, если 5 – это уже подвиг, если 10 – это фантастика. К моменту начала переписки с Чайковским у Фон Мек в живых оставалось 11 детей, но все равно дофига. Вдобавок умер муж, оставив супруге дела в не самом идеальном состоянии. Она завязла в семейной деловой рутине, а душа-то просила, ну сами понимаете. Да, был мимолетный роман с опять-таки инженером Иолшиным. И под любви имелся дочь Людмила. Иолшин впоследствии женился на Елизавете, старшей дочери своей любовницы Надежды Фон Мек. Тут еще сюжетик. И вот в поисках прекрасного Фон Мек обратилась к основателю Московской консерватории Николаю Рубинштейну. А не найдется ли у вас скрипача? Я вот на рояле, а он бы мне на скрипочке подыгрывал. В богатой барыне-то чего не пристроить нищего музыканта. И пристроили Иосифа Котека, который был учеником Чайковского. Так начались, пишет брат и биограф-композитора Модест Ильич Чайковский, странные, но имевшие громадные последствия отношения Петра Ильича и Надежды Филаретовны. Они глубоко отразились на всей его последующей судьбе, в корне изменили основы его материального состояния, что доставило ему столь важную для него свободу в его композиторском творчестве. И требовалось обладать изрядным чутьем и вкусом, чтобы разглядеть среди множества музыкальных талантов именно Чайковского. Фон Мек интуитивно угадывала, где ее муж должен был зарабатывать деньги и куда, и в кого их следовало вкладывать. И чутье ее не обмануло. Она платила Чайковскому 6 тысяч рублей в год. Для сравнения, вот этот вот дом был ей укуплен в 1866 году за 45 тысяч рублей. А она платила ему 6 в год. Переведите это на наши деньги. Плюс приглашала пожить в своем имении в Браилове. А начиная с декабря 1884 года Чайковский останавливается в этом доме на Мясницкой. Причем каждый раз организовывалось так, что сама хозяйка отсутствовала. Они тактично избегали встреч друг с другом. Чайковский намекал в письмах. Я очень люблю Москву и охотно бы пожил в ней, если бы можно было в самом деле обойтись без встречи с людьми в совершенном затворничестве. У меня в доме, отвечал Фон Мек, очень легко скрыться от всего света. Не мудрено, что Чайковский признавался, что катается как сыр в масле. Ему не нужно было заниматься ненавистным преподаванием в консерватории. Он мог теперь полностью посвятить себя творчеству. В письме от 1 января 1885 года он пишет «Ваш старый слуга Иван Васильев оказывает мне самую бдительную заботливость, дабы в вашем доме я был окружен всевозможным комфортом и удобствами». 3 декабря 1886 года. Простите за смелость, но мне хочется попроситься к вам в жильцы недели на две или на три на Мясницкую. Фон Мек отвечает «Дорогой, несравненный друг мой, я в восторге от вашего желания пожить у меня в Мясницком доме. Я уже так давно не пользовалась самым величайшим для меня удовольствием иметь вас своим дорогим гостем, что считала уже это мечтою. А тем более теперь я бесконечно рада, что мои комнаты осветятся вашим присутствием». Помимо материальной, композитор получал от вдовы моральную поддержку, в которой он, артист с тонко организованной душой, нуждался порой еще больше, чем в деньгах. «Я не могу вам передать, что я чувствую, когда слушаю ваше сочинение», – писала она. «Все, что может быть самого благородного, чистого, возвышенного, поднимается со дна души». «Я не встречал в жизни еще ни одной души», – отвечал он, – «которая бы так, как ваша, была мне близка, родственна, которая бы так чутко отзывалась на всякую мою мысль, всякое биение моего сердца». 14 лет эпистолярного жанра, больше тысячи писем и ни одной встречи. В отсутствие телефона они даже не знали, как звучал голос друг друга. Однажды они все-таки случайно столкнулись в лесу и рядом с усадьбой поклонились друг другу и молча разошлись. Вот как писал об этом поэт Кушнер. «В поместье у фон Мекк он, бедный, жил, как в сказке. Про аленький цветочек, не видеться, не звать к себе, не строить глазки. Платочек не сминать в комочек. Из дома выходил пройтись не без опаски. Записка от нее – как страшен женский почерк». Переписка оборвалась довольно резко, было и нет. Последнее письмо фон Мекк не сохранилось. Чайковский, который признавался иногда друзьям, что несколько тяготиться этой зависимостью, очень тяжело принял разрыв. Неизвестно, что послужило причиной окончания пистолярного романа. Финансовые дела Надежды Филаретовны уже были в столь плачевном состоянии, что она не могла больше оказывать денежную поддержку композитору. Правда, он к этому моменту в ней не нуждался. Он уже был суперстар, его имя знали в Европе и США. Родственникам фон Мекк эти отношения казались полным извращением, и они не раз ставили ей это на вид. Возможно, кто-то из них рассказал о циркулировавших в обществе слухах о том, что Чайковский мужеложец. Кто знает. Фон Мекк тяжело болела. Правая рука отсохла, ей приходилось поддерживать ее левой, чтобы писать. Под конец жизни она загремела в псевдом. Петр Ильич также не нашел душевного спокойствия. Они умерли с разницей в два месяца. Именем Чайковского в нашей стране названы улицы, школы и даже авиалайнер. Имя Надежды Фон Мекк вы не прочтете даже на этой невзрачной мемориальной доске. Чего она хотела? Стать его любовницей? Тогда бы она усиленно искала с ним встреч, а она наоборот от них уклонялась. Стать великой известной меценаткой? Прославиться на весь мир? Чайковский посвятил ей четвертую симфонию. Она категорически запретила упоминать ее имя. В итоге симфония посвящена моему дорогому другу. Несведущий человек даже не догадается, что это за друг такой. Может быть, это была материнская забота, но у нее самой была почти дюжина детей. Почему бы не допустить, что русская женщина с немецкой фамилией просто хотела помочь гениальному композитору и наслаждалась общением с ним посредством писем? Она не пыталась удовлетворить свое тщеславие, она не шла на поводу своих соблазнов. Она просто совершила благое дело и получала от этого кайф. В наш век меркантилизма есть чему поучиться. Продолжение следует...